Зачем Бог дает мужчину женщине, чтобы она ему помогла в жизни, поменяла ему путь? Женщина это сердце мужчины. Мужчина это путь женщины. Женщина течет по реке, его силы. Женщина это тоже река, но это река любви. Она дарит любовь, она течет в виде любви. Но мужчина течет в виде поступков, действия. Он меняет жизнь семьи, мужчина. Если вы хотите, чтобы он менял правильно, станьте добры по отношению. Примите его жизнь. И он начнет меняться. Теперь мужчина, если вы хотите, чтобы женщина менялась, она не будет меняться в своем характере. Может быть будет, но очень медленно. Этого даже нет смысла и хотеть. Это надо просто принять. Поэтому еще раз повторяю, если вы характер женщины не принимаете, значит вы с ней не сможете жить. Очень тяжело будет жить. Ну то есть не терпите характер, значит лучше не связываться. Опасно. Может быть очень сложно жить. Характер означает, что она иногда не контролирует себя. Она выходит из берегов. То есть она начинает эмоционально себя вести, обижается, в депрессию входит. Причем у каждой женщины по-разному. Вот допустим, одна женщина садится и не разговаривает. Смотрит в потолок. Это ее характер пошел. В это время, если мужчине нормально, вот она смотрит в потолок, он нормально. Значит твоя жена, пожалуйста, бери. Другая женщина в потолок смотреть не будет. Ей плохо, она начинает на него ругаться, кричать. Нормально реагируешь? Твоя, значит. Бери. Третья женщина, она очень обижается сильно. Она не ругается. Она просто через каждые пять минут плачет. Вот что-нибудь так целое. Тебе нравится, как она плачет? Ты подходишь, ой моя дорогая, ты плачешь. Бери. Твоя. Четвертая, когда ей плохо, она ложится, лежит вот так. Спит. Полдня. Тебе нравится, как она спит полдня? Бери. Значит твоя. Ты можешь выдерживать ее характер, бери. Но поменять его ты не сможешь никогда. Как обижалась, так и будет обижаться. Как в потолок смотрела, так и будет смотреть. Как ложилась, так и будет ложиться. И так далее. Что можно изменить женщине? Женщине можно изменить ее отношение к жизни, отношение к мужчине, ее понимание вещей. И для того, чтобы ей помочь в этом, это касается также ваших дочерей, для того, чтобы женщине в чем-то помочь, для этого нужно просто сделать очень простую вещь. Нужно просто принять ее характер, раз, и разговаривать с ней всегда очень по-доброму. Ну, то есть надо принять сначала характер женщины и потом говорить с ней по-доброму. И она становится послушной в своем сердце и принимает все, что ты ей скажешь. Это касается дочки. Вот, допустим, вы хотите дочку изменить, что надо делать? Надо принять ее характер, она капризничает, допустим, еще что-то делает. Примите это. Примите. Спокойно к этому относитесь. А потом, когда вы успокоились сами по поводу ее поведения, сядьте с ней и поговорите с ней, спросите, почему она так делает. И так далее. Поговорите с ней просто. И она вам все будет объяснять, когда вы ей по-доброму что-то скажете, она это на всю жизнь запомнит. Когда женщина меняется, когда с ней ведут себя очень ласково и нежно, тогда она будет меняться. Но вести себя с ласковой женщиной и нежно очень и очень трудно. Приведу вам пример. Допустим, у меня жена, ну, моя жена, она очень аккуратная. Ну, как другие женщины все. Когда она моет кухню, она все делает так аккуратно, что она от этого устает. И иногда на эту кухню она смотреть не хочет. Из-за того, что сильно аккуратно все делает, сильно устает. По этой причине. В результате кухня грязная. И она даже заходить туда не хочет. Потому что ей страшно даже посмотреть. Знакомая ситуация жить? Знакомая ситуация. Как мне помочь своей жене? Я вообще не вижу, что не замечаю, что кухня грязная вообще. Но если я хочу ее повоспитывать, допустим, я должен сделать так, чтобы у ней появилось очень хорошее настроение. Я должен шутить с ней, радоваться ей. И если у нее настроение стало хорошим, допустим, мы случайно заходим на кухню. Я говорю, какая чистота вообще на кухне? Она говорит, в смысле какая чистота? Я говорю, какая в смысле? В прямом смысле? Очень чисто у нас на кухне. Она говорит, чисто будет, когда я помою. Идет мыть. Если бы я сказал, у нас на кухне грязь, она бы хлопнула дверь и ушла бы. Ты меня не понимаешь, мне так плохо, тяжело, а ты меня мучаешь. Ну вот это вот такой ответ. Теперь второй вариант. Это я первый вариант вам предлагаю. Второй вариант. Я подхожу к жене и говорю. Слушай, меня друг спросил, как жене объяснить, чтобы она прибиралась к квартире? Я говорю, я не знаю, как жене объяснить. Я сам не могу жене объяснить. Я спрошу свою жену, как объяснить женщине, чтобы она прибиралась к квартире. Я ее спрашиваю. Она мне говорит, ты что, про кухню, что ли? Знаете, как очень тяжело женщине, аккуратно, мягко, чтобы она ничего не заподозрила. Здесь приходится китрить. Я говорю, про какую кухню? У нас на кухне все классно, я же тебе говорил. Надо другу объяснить. Она говорит, какому другу? Начинается следственный эксперимент. Вот. Расследование идет. Я говорю, вот такому-то другу. Она такая. Ну вот так-то объяснить надо. И говорит мне, как объяснять. Мне тоже интересно послушать. Но самое интересное, что после этого ничего объяснять не надо. На следующий день кухня чистая, блестит. Почему? Потому что если ты аккуратно женщине акцентировал внимание на проблему, у ней включается совесть, и она тут же эту проблему решает. Но если ты это сделал неаккуратно, она будет мстить и все будет делать наоборот. И поэтому воспитывать женщину очень сложно. Надо все делать очень аккуратно и насказательно как-то. Третий вариант с кухней. Я просто вам расскажу, чтобы примерно понять, как воспитывать женщину. Третий вариант с кухней. Разок. Жена просыпается, говорит, слушай, у меня так какие-то кошмары снились. Я говорю, ну кошмары, потому что духи влияли на тебя. Злые духи. Она говорит, а откуда они вообще берутся? Я говорю, духи злые берутся из плохого запаха в квартире. Это я правильно, так и есть. Если запах плохой в квартире, духи появляются злые. Она говорит, у нас что в квартире плохой запах? На меня смотрит такая. Я говорю, у нас в квартире вот такой запах, аромат. И ухожу. И после этого другая проблема произошла. Она начала поздно ложиться спать, потому что она мыла кухню все время. Чтобы духи не появлялись в квартире. И я уже не знал, как ее затащить из этой кухни, вытащить. Уже это другая проблема началась, понимаете? И она так и продолжается. Понимаете, вот так женщину воспитывать. Очень аккуратно, мягко, ненавязчиво, иносказательно ей что-то говорит. Главное, чтобы она не почувствовала насилие. Если женщина не чувствует насилие, то сразу знание тут же ложится ей в сердце. И она начинает ему следовать. Ей очень легко. Поэтому женщины чаще всего следуют не своему мужу. Они слушают тех, кто им по-доброму что-то рассказывает, и сразу начинают это выполнять. И еще есть одна вещь, которую мужчины должны знать. У женщины всегда... Ну, вот знаете, как это... Есть в магазинах акции такие там. Вбрасывается какой-то товар, акция такая. Ну, что это новенькое, да? Вот у женщины всегда идут акции. Ну, допустим, привожу пример. Акция. То есть моя жена послушала, что если в квартире не выключать свет, то энергии у людей в теле становится меньше. То есть они чувствуют слабость. Она постоянно чувствует слабость. Все. Значит, все это из-за чего? У нас в квартире горит свет там, где не надо. Все. Дальше понеслась, короче. Она ходит по всей квартире и смотрит, где не выключил свет. Это акция. Это пройдет. Она поменяется на какую-то следующую акцию. Например, у моей жены следующая акция называется магическая уборка. Там это надо сворачивать все, там как-то особым образом все белье как-то класть, там еще что-то. Это тоже пройдет. Надо просто подождать. Следующая акция проращиваем зерна, допустим, там, ростки. Надо проращивать эти зерна все. Мы теперь все зерна покупаем, проращиваем, мужа зерна помним. Потому что если акция начинается, то кто будет подопытным кроликом? Муж. И надо это принимать, допустим. Следующая акция у меня, моей жены была, коралловый клуб. Кто жрал коралловый клуб? Муж. Так, мужчина, если женщину взяли замуж, да, акции у вас тоже будут в жизни, понимаете? То одна, тема, то другая. Как бы, если вы этого, если вы не принимаете этого, смеетесь над женой, она говорит, ты меня не понимаешь и не любишь. Все. То есть тебе жрать этот коралловый клуб все равно придется. Взял замуж, ничего не сделаешь. Спасибо.